Угарник Аминаков, первое впечатление об игре. Пойдемте, пожалуйста. Ну вот. Игра получилась такая немножко скомканная. Ну, видимо, это последствия жары, там все же ребята немножко вышли не очень-то готовы к такой, скажем, хотя я понимаю, там все равно, что 20-20-20 градусов, это тяжело играть, тяжело и для другого, но я не сказал бы, в принципе, для данного момента подвижение немножко не очень-то хорошо мы играли, и плюс, вы сами прекрасно видели, нехватка исполнительства. Я имею в виду, я про свою команду. Для сравнения, что мы не забили пару моментов таких выходов, как бы на вороты, что ваша команда сделала, игрок с центра поля убежал, и до вратарской линии аж с мячом. Потом забегал, а мы, как бы, спешили избавиться от врача, ударили, даже поворотом не попали в чем-нибудь. Я считаю, проиграли за счет того, что плохо исполнили свои моменты. А так, по самоотдаче, по движению, в принципе, интенсии к своим игрокам нет. Сегодня ваши подопечные создали, ну, пять, ну, не сто процентов, ну, скажем так, девяносто процентов моментов ворот хозяев. Факел ваших ворот вдвое меньше. То есть, здесь идет речь о КПД, да, вот, о реализации, о КПД и в итоге оборье мастерства. Я сказал, что я, мы недовольны исполнительским мастерством своих подопечных, но по движению, как претензий к ребятам, по самоотдачеам нет. Ну, они, ну, получилось то, что получилось. Если бы забил, наверное, таких разговоров не было. Конечно, там три-четыре момента было, которые мы должны были исполнить. Хотя, первым таймом мы исполнили нормально, когда попали в штангу, попали, потом тоже на седьмой номер. Чернышев там бил в ближний угол, вратар выручил, хотя он должен ловиться, забиваясь там, опять, не знаю. А из трех-четырех необязательных моментов нашей ворота мы получили два гола. Если вы прекрасно помните, первый мяч мы опять сами себе сочинали. При нашем стандарте мы, у нас защитник принимает мяч, обрезался сам себя и команду, и потом начал догонять, и не догнав до конца. И опять говорю, просто аж понятно, это аж футбол, ошибки. И нас сегодня наказали за свои же ошибки. Если мы ничего не забили в первом тайме, плюс мы сами себе сочинали первый гол, конечно, во втором тайме, опять же, вынуждены были идти вперед. В начале 15-20 минут там вроде играли нормально, опять моменты появились, убегали с центра поля, но не забили. Ну, в футболе, в принципе, все равно, объективно всегда действует. Не забиваешь, не забиваешь себе. И получили второй гол. Тут уже мы пошли хронично делать замены, там, понятно, дружно, понятно, тяжело было, ребята, но это уже не спасло. Вы помните, 97-й год, здесь крылышки фахин 2-2-2-2, вы забиваете? Ну, так, как говорят, не помню, но, да, я много раз приезжал там, если бы, тогда, конечно, там немножко обстановка другая была, и зрительская поддержка, и футбольная аура здесь немножко, ну, все равно, как тут это, Воронеж, футбольный город, и здесь всегда ходили, всегда ходили, конечно, тогда побольше народа было по-другому, как бы ощущалось, но сейчас немножко по-другому. И, соответственно, понятно, ясно, вторая. В финал в следующем году не собирать? Ну, вы сами прекрасно видите, пока, что команда, для того, чтобы команда была готова, необходимо, чтобы инфраструктура и все остальное, но пока мы немножко остаемся. Конечно, не готовы, но все равно мы будем, по крайней мере, мы опять приступили к работе для того, с такими условиями, чтобы мы должны, скажем так, ради работы это интересно будет. Спасибо. Александр Иванович, с победой и кратных комментариев. Спасибо за поздравления. Ну что, первая игра у нас такая была, при такой погоде, жара. Перед игрой ребят просили, чтобы потерпели, в принципе, по самодаче сегодня молодцы. И били, старались, видно было тяжело. Последних, даже те замены, которые они просили, это, я считаю, правильно было сделано. В прерыве я их попросил, не надо терпеть, есть уже сил. Не осталось никаких. Что касаемо содержания игры, сегодня, к сожалению, у нас игра в обороне, особенно во втором тайме, нас не удовлетворила, будем так говорить. На разборе будем разбираться, но те моменты, которые у наших ворот сегодня были, это первая игра со знаком минус в задней линии. Что касаемо атаки, ну я думаю, два мяча забили, может было еще забивать, но я думаю, этого результата нам хватило и всех с победой. Вопрос? Насколько сейчас команде не хватает кантонистов, потому что, возможно, я скажу кроморные слова, но на мой взгляд, совершенно очевидно, что в его отсутствии команда быстрее проходит сельдерное поле, быстрее развивает атаку. Ну, естественно, сказывается о отсутствии Любомира. Тот опыт, то мастерство, которым обладает Любомир во второй лиге, по-моему, нет ни у кого. И, соответственно, вот тот переход из обороны в атаку нам немного не удается. Ну, на этой позиции вот Котлеров играет, Алексей, и, может быть, по мастерству он уступает, но по самоотдаче и по тому отбору мяча, к которому мы стремимся, здесь он в центральной зоне нам помогает. Борьба за второе место для команды, то есть то уже вряд ли догнать, а Калуга далеко отстала. То есть борьба за второе место закончена? Да нет, ни в коем случае, понимаете, здесь психология у ребят такая, что мы постоянно об этом говорим, что каждая игра нам нужна и очки, и те же премиальные, их никто не отменял. И чисто в психологическом плане команде это необходимо. И если у кого-то в голове закрадывается такая мысль, что да, мы уже где-то, мы еще, во-первых, не окончательно занимая второе место, заняли, и у кого-то, если эта мысль появится, это будет очень большая проблема для всех. Та атмосфера, которая сейчас есть в команде, я не только говорю сейчас о результате, а внутри коллектива, то общение между игроками нас радует, и вот за это мы должны цепляться, и ребята это понимают.